Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошлая торговая неделя была весьма насыщена важными событиями для рынка. Инвесторы продолжали отрабатывать перспективы изменения процентной ставки не только Федеральной резервной системы, но и других ключевых центробанков. Кроме того, трейдеры возобновили спекуляции на тему угрозы мировой рецессии. О том, как на этом фоне изменилась стоимость валюты и сырья, поговорим далее. Итак, доллар США по итогу весьма волатильных торгов в течение недели вернулся на те уровни, на которых эту неделю начинал – вблизи уровня 104.85. Настроения рынка в среду резко изменились после заседания ФРС, в ходе которого ставку подняли на 50 базисных пунктов до 4,5%, а также огласили неожиданный прогноз относительно окончательного размера ставки на уровне 5.1% в следующем году. Это гораздо выше того уровня, что указывался ранее. Так, доллар возобновил подъем, но более осторожный, потому как участники финансовых рынков опасаются, что высокие ставки пусть и помогут замедлить инфляцию, но при этом окажут негативное воздействие на экономику, как подтверждение предварительной данной по индексам деловой активности за декабрь, где отмечалось снижение больше прогнозируемого. Инвесторы переваривали в ходе этой недели итоги заседаний европейских банков. Центробанк еврозоны ЕЦБ, по примеру ФРС, замедлил темп повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Ну и такого повышения хватило трейдерам, чтобы поднять котировку евро-доллар к 6-месячному максимуму. Все же экономика стран еврозоны в гораздо более уязвимом положении не вынесет крайне высоких ставок. Так что замедление темпа ужесточения было воспринято относительно благосклонно рынкам. Чего не скажешь про фунт. Тут аналогичный шаг от Банка Англии был встречен холодом. Повышение ставки не на 75, а на 50 базисных пунктов спровоцировало старт продаж британской валюты. Также рынки учитывали факт долгожданного замедления инфляции после достижения 41-летнего максимума роста потребительских цен и довольно сильный подъем заработных план в Великобритании. А значит, британский Центробанк вполне мог пока удерживать прежний темп повышения ставки. Таким образом, фунт ощутил давление укрепляющегося доллара. Почувствовала рост спроса на американскую валюту и японская йена. Котировка пары USDJPY в течение прошлой торговой пятидневки вновь тестировала на прочность уровень сопротивления на отметке 138 йен за доллар. Банк Японии продолжает удерживать курс ультрамягкой денежно-кредитной политики. Но японская валюта неожиданно оказала поддержку потенциальный кандидат на пост главы Банка Японии, где произойдет смена управляющего монетарной политикой в следующем году. Главный кредитный стратег BNP Paribas Japan Manakazorak предложила, что процентные ставки повышали или понижали в зависимости от экономического развития страны, а не от инфляции. Неоднозначные настроения царили в течение прошлой недели и на сырьевых рынках. Золоту в полной корреляции с долларом удалось удержаться на уровнях, где начиналась прошлая недельная сессия. Так что оглашение прогнозов по ставкам ФРС оборвало график цен на драгоценный металл с максимумов у отметки в 1820 долларов за тройскую унцию. Но к концу недели тренд изменился, инвесторы вернулись к покупкам золота. В отличие от нефти, график цен на нефтяную смесь марки Brent завершал по неделю падение. Смена настроений была вызвана возобновившейся угрозой глобальной рецессии. Как показали предварительные расчеты индексов деловой активности, промышленность во всех развитых экономиках или крайне слабая, либо уже в зоне спада. И негатив настолько силен, что его не смогли нивелировать новости из Китая относительно перспектив роста потребления энергоресурсов. Так, по итогу недели нефть стоила 77,5 долларов за баррель. Таковы тренды минувшей недели, а впереди новая неделя и новая порция макроданных. Не пропускайте наши ежедневные выпуски новостей, чтобы всегда быть в курсе событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok